МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Пьяный мастер. Потреблялись и не ясно. ГАИ продолжают останавливать водителей под градусом, о чем говорит статистика. Неуловимые покупатели в одном из вавруйских гипермаркетов попались девушки, сколько хотели украсть. Сумма похищенного у 25-летней фигурантки составила более 600 белорусских рублей. Схватки на ковре. В городе прошел традиционный турнир по самбо. У нас давно не было, образно говоря, такого большого турнира. Какие медали у хозяев? А также совещание у президента, полевые работы и маршрут перестроен. В вавруйске ограничат движение Парджи-Никидзе на какой промежуток времени. Горе от ума. Белорусы продолжают садиться нетрезвыми за руль. Вавруйские госавтоинспекторы задержали более полусотни водителей под градусом. Это только за три месяца 2021-го. О преступлении и наказании Виктория Полевко. Запах алкоголя. Немнятная речь. Я не... Что? Потреблялись? Нет. Это не кадры из американского триллера, а белорусские реалии. Только в прошлом году на дорогах страны задержаны 18 541 пьяноводители. Повторно на антиподвиг пошли 944 человека. Как итог, 115 погибших и 389 пострадавших. Всему вина безрассудство и алкоголь. Утро, 9 марта, агрогородок Кавали. Водитель школьного автобуса после празднования Международного женского дня садится за руль и без зазрения совести везет детей к пункту назначения. Транспорт останавливает инспектор ГАИ. При проверке документов выясняется, что мужчина пьян, а свидетельствование показывает наличие 1,38 промиль алкоголя. Мне скажите, вы вчера праздник отмечали до сколька? Немножко было. Ну, потому что у вас состояние, смотрю, вид у вас. Так, ну, надо проехать, запах стоит у вас. Поэтому... Я вас отстраняю от управления. В 2020-м только в Бобруйске задержано 379 горе-водителей. По их вине пострадали два человека. За три месяца этого года наряды ДПС остановили уже свыше полусотни нетрезвых. Исходя из цифр статистики, несложно сосчитать, сколько трагедии удалось предотвратить инспекторам на дороге. Из машины выходим. Хорошо. Включи сюда. Из машины. Делайте глубокий вдох. Планули. Сколько? Полторашка, наверное. Полторашка? Блин, парни. Я готов понести, блин, наказание. С 1 марта в Беларуси ужесточили наказание для пьяных водителей. Согласно новому административному кодексу, к ответственности привлекаются те, кто сел за руль под градусом впервые. Теперь все зависит от степени опьянения. До 0,8 промилле включительно предусмотрена административная ответственность в размере 100 базовых личин с лишением ввезионного права сроком на 3 года. От 0,8 промилле предусмотрена административная ответственность в размере 200 базовых личин. с лишением права управления сроком на 5 лет. Изменилась ответственность и за повторную пьяную езду в течение года. Максимальный срок лишения прав до 8 лет. За ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло смерть либо тяжкое телесное повреждение, виновнику грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Нельзя пьяным за руль садиться. Как вы считаете, в нашей стране достаточно меры пресечения для предотвращения этого? Ну, видимо, нет, раз пьяными ездят, надо еще больше. Чтобы люди знали, что нельзя пьяными за руль садиться. То есть это опасно, но неправильно. Такие водители, их вообще сразу лишать на больше, чем предусмотрено, допустим, градации. Потому что сколько показывают пьяные водители. Он не один раз уже попадал, и это уже, как говорится, система. Как вы относитесь к нетрезвому вождению? Ужасно отношусь. У меня свое двое детей, и ездят всегда на бустерах. И ужасно категорично. Лишать прав хоть на всю жизнь. Если выпил, извини, вот есть Яндекс.Такси дешевое. Подъехал, проехал, и не подвергать риску ни на дороге, ни себя, ни пешеходов. Выпил, здоровь не садись. Этот лозунг на разных языках звучит по-разному. Да и у каждого государства свои методы борьбы с пьянством за рулем. Кто-то применяет к применившемуся физическую силу, а кто-то карает штрафом до 30 тысяч долларов. Несмотря на это, остается извечным вопрос. Какие именно меры придадут значение человеческой жизни? Виктория Полевко, Максим Галенка, Бобруйск, 360. По счетам все-таки придется платить. В одном из гипермаркетов города девушки пытались украсть товар на сумму более 600 рублей. Находясь в торговом зале, подруги действовали по четко спланированной схеме. Пока одна изучала товары на стеллажах, другая прятала продукты под одежду. Расплачиваться собирались только за товары в корзине. Но на этот раз план не сработал. Уже на выходе сотрудник службы безопасности остановил подозреваемых и пригласил пройти в комнату охраны. Помогли камеры видеонаблюдения. Следователи уже дали правовую оценку действиям девушек. Так, в отношении 25-летней задержанной возбуждено уголовное дело. В отношении 19-летней задержанной за мелкое хищение составлен административный протокол. Стратегия действий, ремонтной работы и централизованное тестирование. Минобразование обнародовало график ЦТМ. Какой первый предмет? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Стратегию действий белорусских загранучреждений сегодня обсудили во Дворце независимости. Сейчас Беларусь представлена в 58 странах мира. На долю этих государств приходится более 96% всего экспорта из нашей страны, а также три четверти иностранных инвестиций. В числе прочих на совещании говорили о возможности открытия новых посольств, их задачи и предполагаемый состав. В некоторых странах МИД предложил ДИП представительства закрыть. Весенние полевые работы продолжают белорусские аграрии. Посеяно уже четверть общего объема ранних яровых. На очереди сев кукурузы. К слову, в этом сезоне большие земель отдали под такие культуры, как сахарная свекла и гречиха. На 27% увеличили площади для картофеля и овощей. В планах получить в этом сезоне 8,5 миллионов тонн зерновых. А общий кровать должен превысить 10 миллионов тонн. Министерство образования утвердило график проведения централизованного тестирования. Стартует оно 16 июня с белорусского языка. Русский можно сдать 18 и 19 числа, математику 23 и 24. Завершится марафон испытаний для абитуриентов 8 июля Всемирной истории. Все тесты будут начинаться в 11.00. Для тех, кто не сможет сдать СТ в основной день, определены резервные. Так белорусские и русские языки можно сдать 14 и 16 июля. Остальные предметы 14 и 18. Сборная Беларуси получила нового главного тренера с приставкой ИО. Им стал Георгий Кондратьев. Он будет руководить командой в товарищеских матчах против сборных Азербайджана и Сьерра-Леоне. Обе встречи пройдут в июне. Специалист уже возглавлял национальную дружину с 2012 по 2014. Также под руководством Кондратьева молодежка выиграла бронзовые медали чемпионата Европы 2011 года и пробилась на Олимпийские игры. В Бобруйске в связи с проведением работ по реконструкции тепловой сети Парджиникидзе от улицы Гоголя до Шевченко будет ограничено движение транспорта с 7 апреля по 30 сентября. Автомобилистов призывают заранее планировать свой маршрут. Минздрав Беларусь обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксировано 968 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 329 258 человек. Жители Могилевской области активно записываются и делают противоковидные прививки. Российский укол уже получили свыше 7 тысяч человек. Более 3,5 тысяч привились к китайской вакциной. Ведомство в этом месяце планирует начать массовую вакцинацию населения. Всех желающих просят обращаться в поликлиники по месту жительства для включения в списки. Мир не без добрых людей. Учащиеся строительного колледжа пришли на помощь в монастырь у святых жен Мироносец. Здесь ребята уже неделю благоустраивают территорию. О благом деле Карина Гуревич. Помочь тем, кто в этом нуждается, не так и сложно. Подумали учащиеся строительного колледжа. И уже в течение недели они приезжают в монастырь святых жен Мироносец. Например, сегодня ребята складывают кирпичи, чтобы потом их можно было вывезти. Плюс, не так давно обители отдали заброшенные помещения Бобруйской крепости. Так что работы хватает. Если нужна какая-то помощь, мы всегда помогаем. Мы не только здесь помогаем. Мы еще ездим в дом престарелых у нас есть, там тоже помогаем. В этом году монастырь готовится к 800-летнему юбилею со дня рождения святого князя Александра Невского. Начали с благоустройства территории. Очень благодарны строительному колледжу, что они вышли к нам на встречу. Потому что нас всего пять монахинь. В принципе, я самая молодая, все преклонного возраста. Поэтому мы, конечно, очень надеемся, что и в будущем нам будут оказывать содействие. Напомним, 17 апреля по всей стране пройдет республиканский субботник. Половину всех заработанных средств направят на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. А оставшиеся 50% на ремонт, реконструкцию, реставрацию и восстановление историко-культурных ценностей и мемориальных комплексов. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Наука побеждать. В спорткомплексе «Спартак» прошел открытый республиканский турнир по самбо среди юношей. На Бобруйском ковре за медали и кубки сражались 300 самбистов. Это уже 16-й по счету форум памяти мастера спорта СССР Виктора Карпинского. Могилев, Гродно, Брест, Минск. Такова география участников. У нас давно не было, образно говоря, такого большого турнира. Мы как бы проводили, но они были как бы поскромнее. Но ввиду, наверное, того, что в прошлом году соревнований было очень мало, то подтвердилось, приехало очень много людей. Получился такой праздник самбо у нас. Бобруйские самбисты достойно выступили на домашнем турнире. В копилке 10 медалей. 3 золота, 4 серебра и 3 бронза. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»!